Всем привет из Франции, с вами Александра. Сегодня мы погуляем в натуральном парке города Ницца. И вы увидите, какая здесь замечательная, красивая природа в центре города фактически. И необычные вещи, которые здесь есть. Итак, поехали! Находится этот парк в 10 минутах езды от моря, город Ницца, на одном из холмов. Рядом находится холм Мон Барон, где мы тоже посещали это место и делали ролик для вас о форте в форме звезды, который называется Мон Альбан. Обратите внимание, какие здесь бетонные сооружения, как будто бы раньше тут был какой-то канал. Парк называется Парк Дювенек-Хие. Площадь этого парка занимает 31 гектар. С вершины холма открывается вид на залив Ангелов и на город ближайший к Ницце Вильфранш. Это один из холмов, который вызвал у меня интерес, потому что все холмы во Франции имеют свои какие-то тайны, секреты, загадки, постройки, руины и различные артефакты. Давайте вместе исследуем и этот холм. Я думаю, здесь есть что посмотреть. Идет тропа, но по обе стороны вот такие вот бетонные какие-то сооружения. Как будто бы раньше это был, может быть, даже форт. А с этой стороны идет скала. Это мы только зашли в парк. Посмотрим, что же там у нас еще есть интересного. Все в оливковых деревьях. А туда даже идут ступени наверх. Огромное дерево оливковое. И ступени наверх. Сейчас мы поближе посмотрим эти ступени. Ну, довольно-таки древние, вы знаете, каменные ступени. И вот такое оливковое дерево. Это дерево очень древнее, я вам хочу, ребята, сказать. Это минимум 300 лет ему. И вот с этой стороны, кстати, тут какая-то кладка читается. Поднимемся потом, посмотрим, что там дальше. Сверху. И вот здесь, под оливковым деревом, тоже кладка. Высотой где-то метра три. С этой стороны справа открывается вид на Ниццу. Высота достаточно высокий такой холм этот. И вот наша эта каменная стена, она продолжается. Сначала идет как будто бы скальная порода, только потом кладка. Ну, высота этой стены где-то метров семь-восемь. О, это что такое? Прямо какая-то современная стена. Правда? О, а там вообще арка, смотрите. Там вообще арка с каким-то отверстием. И заложена бетонным натуральным кирпичом, таким современным. О, и оливки растут, смотрите. Оливковое дерево. Посмотрите, взяли арку, заложили современным кирпичом. Но все равно там какое-то отверстие есть. Короче, ребята, здесь были поселения какие-то. Сейчас, подождите. Интересно посмотреть, что это за дырень такая там. Помещение, которое было здесь. Здесь вот было тоже вход, заложили современным кирпичом. И вот эта арка тоже заложили современным кирпичом. Так что, ребята, здесь было поселение 100% древнее. И вот эти власти решили, наверное, местные заложить это все дело, чтобы народ не лазил туда. Значит, есть здесь что посмотреть, ребята. Сверху идет каменная кладка, видно. И вот нависают корни деревьев. Пойдем посмотрим дальше. Мы смотрели арки там, в том месте. Сейчас мы подойдем. Смотрите, что здесь у нас есть. Огородили, что туда, мол, нельзя проходить. Посмотрите, вход какой-то. Хочется залезть, конечно. Мне туда посмотреть хотя бы чуть-чуть. Вот это что? Смотрите, это древний город, самый настоящий. Самый настоящий древний город, ребята. Так, на ступени здесь плинфы, я смотрю. Похоже. Да, такой плоский кирпич. Ступени здесь. Тут все скользкое после дождя. Вчера был сильный дождь у нас. И тут стоит дата 1887 год, наверное. Либо от Иисуса 1887 год, потому что первая не единица, а латинская и. Считается, что это дата от Иисуса. Раньше как будто бы не было этой тысячи. Обалдеть можно. Вот это вот дерево, кстати, тоже инжир растет. Большое деревнее дерево здесь. Сейчас мы подойдем, посмотрим поближе. Так, ну это скорее всего была прачечная. Она есть в каждом деревне. Такая на улице была ванна. Был источник воды, скорее всего, где стирали белье. Но там даже есть следы от воды, я думаю. Подтеки такие. Вот это все штукатурено. Интересно, да? Каменная штукатуренная постройка с двумя арками. Текла вода оттуда. Вот сюда натекла, в эту ванну. Видите, штукатурка сохранилась даже тех времен. Может, какого-нибудь 19 века даже. Там внутри камень. Что-то здесь было. Пишите ваши комментарии, что вы думаете на эту тему. Ну что я могу сказать, ребята? Место очень интересное. Мне уже становится очень интересно. Вот на моем фоне, как это все смотрится. Соотношение человека к этим аркам, чтобы вы понимали. И пойдем посмотрим еще дальше. Наверное, здесь очень влажное место, потому что тут очень много растений растет. Как будто бы попал на юг Франции, где-нибудь к нам в Беларусь, ребята. Смотрите. Тоже кладка из довольно-таки крупных камней. Вот моя рука. Камень. И там вон идет стена. Длинная стена. Древний город. Опять-таки, ребята, вот про эти все стены, про этот парк, ни слова, ни полслова. Я не нашла информацию. Он позиционируется как парк для прогулок. И все. Мы только начали нашу прогулку, а тут уже все в стенах, ребята. Там внизу идут виллы, частный сектор. Ну, а здесь остатки древних сооружений. Там даже забор, наверное, сейчас на территорию. И вот такая каменная стена идет. Под наклоном причем. Это был какой-то дом, скорее всего. Огромный забор идет прямо. Ну, а с той стороны за забором мы сейчас с вами шли. То есть, там идет просто дорога. Забор высотой где-то метра три. Смотрите, такие небольшие тут отверстия в этой стене. Стена из какого-то мусора собрана, каменной, но больших камней здесь не очень много. Видите, там дорога, по которой мы шли. И ступени тут каменные такие. Посмотрите, какая тут стена из более крупных камней выше. Просто сложены между собой. Высота где-то метра три с половиной под наклоном. Она уложена под наклоном. И с этой стороны тоже. Чем выше поднимаешься, тем крупнее камни. И ступени вот такие. Из таких камней. Достаточно крупных. Так, мы дошли наверх практически. Тут такое небольшое панно про то, что здесь есть ульи, ребята. О, тут наверху вообще классная тропинка идет. Называется Холм Винегре. Над нами растет красивый дуб. И вот здесь такие, как террасы из камня сложены. Может быть терраса, может и нет. Высота где-то три метра. Более такая прямая плоская поверхность. И все вот это место. И там стены. Оно все в оливковых деревьях. Пойдем еще наверх поднимемся обязательно. Сейчас пойдем посмотрим, что там у нас за панно. Камни, смотрите какие. Крупные камни. А, вот карта. Вот карта. Сейчас мы посмотрим, куда нам лучше пойти. И вот там террасы пошли, пошли наверх. Обратите внимание, слева от дуба небольшой камень, который напоминает человеческое лицо. Я сразу не заметила его, но заметила при монтаже. Наверное, все-таки это может быть какой-то идол высеченный из камня. Как вы думаете? Посмотрите, какие ступени. Практически мне по колено в некоторых местах. О, там народ загорает. И вот с этой точки виден даже аэропорт. Весь пустой, самолетов очень мало. море средиземное. Какие старые оливковые деревья, посмотрите. Ницца. И этот дуб, под которым мы сейчас были. А вот здесь поднялись чуть-чуть. Какая красивая стена. такой изгиб у него красивый. Сложенная тоже из камней. Красота, конечно. Камни крупные, сложенные без раствора. Это понятно. И открывается здесь вот такой прекрасный вид. На море, на аэропорт опять. на ницу. Мы поднимаемся по тропинке вверх и все равно вот здесь по ней идет подпорная стенка. Кладка очень старая, но она есть. Так, и здесь у нас тоже стеночка. Угол. Высоко мы уже поднялись здесь. Смотрите, какая сосна большая растет. В стене прямо. и камни вот такие. И стенка какая-то вот странная идет вдавленными поверхностями вовнутрь. Видите, еще один угол. внизу там тоже пошла стена, но мы пойдем в эту сторону. Ух ты, раньше был тут даже вход, какая-то вилла может была. Сохранились каменные столбики. все. И камни сверху, наверное, поштукатурено. О, тут прям красота. Люди здесь пикники устраивают. Но там еще, смотрите, сколько подняться можно. птицы тут поют, конечно, замечательно. Тут небольшая таблица, которая объясняет нам, как же тут все устроено. написано маленькие блоки, крупные блоки. Объясняют, как тут все устроено. То есть снаружи крупные блоки написано, внутри маленькие. То, что здесь есть терраса для земледелия, это, конечно, понятно. Но очень много существует здесь, именно на этом холме, но и не только на этом мест, которые свидетельствуют о том, что здесь были древние города либо поселения. Обычно во Франции делается акцент отвлечения внимания туристов, посетителей этого холма и других, для того, чтобы они не видели каких-то артефактов либо построек, как я понимаю. Потому что в данном случае на этом холме очень много артефактов, которые свидетельствуют о том, что здесь был древний город, но об этом ни слова, ни полуслова. А идет акцент именно на вот эти вот террасы. Террасы, земледелия, террасы, земледелия. И все. Много от людских глаз скрывается, переводится внимание на что-то другое, но мы все равно постараемся увидеть то, что нам надо. Смотрите, ребята, тут старые сады, черешня. Она еще не созрела, она еще зеленая, но все равно она вот здесь есть, такие большие, крупные деревья. А вот здесь вишня, видите, она чуть другая, кругленькая, не такая, как черешня. и много-много оливковых деревьев. Так, а вот это дерево сейчас мы посмотрим. А, это Амандов. Миндальный орех. Это миндальный орех. Вон там он вверху растет, видите, но у нас дикое это дерево, поэтому орехов очень мало в зеленой такой оболочке. Так, вот здесь какая-то была постройка. Ого, ребята, смотрите, что там. Колодец это или что? Обалдеть. Для хранения воды. У-у-у! Там вода, я вижу, стоит, очень гулкая. Такое вот место. Вода стоит, но, видите, тут еще арочный арочный свод. Смотрите. То есть есть проход. Может, был проход туда. Смотри, Алиса, там вода и большая дыра. Да. Так, а здесь у нас что тоже? Ну, тут небольшая такая емкость для хранения воды, небольшая. Так, что у нас здесь? Крутился осел, все это вращалось, поднимало воду. И смотрите, такая система каналов. Вода поднималась и шла дальше по каналам и орошала, наверное, вот эти земли террасы. Интересно, да? А земля, посмотрите, какая здесь хорошая. Прелесть. Тут, конечно, сад можно и огород делать легко. Очень хорошая здесь земля. Так, мы сюда пришли. И смотрите, какой тут вход куда-то. Очень узкий проход. Очень узкий проход куда-то. посмотрите. Интересно, да? Я бы сказала, проход шириной где-то сантиметров пятьдесят. И вот такая сбоку, как полочка идет, желоб тоже. Очень интересное место. А высота прохода ну, где-то метр пятьдесят, наверное, максимум. Ну, так-то, ребята. Это мы практически на вершине холма. Сейчас мы посмотрим. С этой площадки открывается красивый вид. Сейчас я поднимусь, вам покажу. и открывается красивый, замечательный сюда вид. Прямо это аэропорт и Ницца. Очень красивый здесь вид. и вот эти террасы, которые здесь находятся, по которым мы сейчас гуляли. Посмотрите, тут тоже небольшой колодец на самой вершине практически холма. Но, к сожалению, очень темно, не видно. Но тоже он сложен из камня. Так, а что у нас тут такое? Ух ты, какая там штука. Сейчас мы пойдем посмотрим. Посмотрите, какие красивые майки. Сейчас вам покажу очень интересную вещь. Это что, как вы думаете? Что же это у нас такое? Что же у нас это такое? к этому глубоко-глубоко. Сложено из камня. Такой, как небольшой купол. Сверху забетонировано или что это такое? Ну, похоже на бетон. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях под видео, что же все-таки это такое? Но лично мое мнение это, скорее всего, вентиляционная шахта. Потому что все-таки я думаю, что в этом месте был подземный город. Арки, вы видели в самом начале видео, сохранились. Город закопан, возможно, но также большая часть его находится под землей. А сверху, я думаю, эти местные жители просто выращивали какие-то растения, делали сады, земледелем занимались, а жили они под землей. Потому что много вот этих вот вентиляционных шахт. Да, накопители воды там есть, конечно, но все-таки вот у меня такое чувство, а оно меня редко подводит. Я думаю, что этот холм и есть подземный город, а сверху это просто вот вентиляционные такие вот отверстия для вентиляции этого города. написано написано для вашей безопасности не идите туда. Риск падения камней. Там, наверное, очень интересно, ребята, но я туда не пойду, потому что я с семьей, а там, наверное, жуть, как интересно. Вход воспрещен. О, ребята, тут камни покрупнее уже идут. Там, наверное, есть, что посмотреть. Вон там какая-то каменная штука. И тропинка есть, люди ходят. Поэтому как-нибудь приду я сюда с соратниками. Как красиво загадочный лес, правда. Камень, и там тропинки пошли вниз. Очень здесь красиво и загадочно. Смотрите, там вообще какая-то каменная постройка. Насколько мне видно. Хочется подняться, посмотреть. Зарошим хум. Тут очень, конечно, влажно. скала. Часть как скала какая-то. Да, тут прошли уже скалы. Скалы пошли. Ну, как ни странно, эти скалы напоминают, как будто бы какие-то постройки здания, только без окон. Очень похожие, особенно издалека. Ну, очень тут красивое место. И тропинки тут вовсе люди гуляют, местные, наверное. вот там тоже видняется скала, даже, по-моему, с отверстиями не видно отсюда так хорошо. вот там вот, видите, как будто отверстие. Я думаю, что здесь, ребята, был какой-то город, однозначно, да. Тут люди не только выращивали, но они тут жили. Я думаю, что был еще подземный город. Я думаю, что он есть. Подземный город, может быть, даже вот этих вот низкорослых людей, потому что, судя по проходам, очень там все низкое такое. Но все равно тут есть эти террасы. Я думаю, что там есть, что на верхушке посмотреть. Вернусь я сюда попозже еще. Ну и посмотрим сейчас мы на карте Google, как это все выглядит, место сверху. Парк Венекре находится на холме, близко от холма Мон-Барон. 10 минут езды от Средиземного моря, то все это располагается рядышком. Скалы виднеются на вершине холма, как вы видите. И есть небольшое плоское место. Вот эти террасы, они тут просматриваются, на которых мы видели с вами сад черешни и миндальных деревьев. Так, здесь уже пошел спуск, небольшая такая тропинка. Камни здесь, конечно, такие крупные. террасы как бы уже закончились эти террасы, получается. Идет спуск. Вот какая здесь скала идет по дороге. Крупные довольно-таки. тут очень много такого пространства, где скалы. Там вроде виднеются какие-то входы в скале. Узкая тропинка, она уже пошла туда куда-то. Куда-то туда пошла. на спуск. Нам, конечно, спускаться надо в другую сторону, поэтому мы развернемся и пойдем назад. Ой, какие красивые цветы, смотрите. Прелесть. Сейчас так вот до этого места дойду. Прям какое-то прямоугольное строение. не знаю, видно вам, не видно. Почитается такой квадрат, который торчит из земли. Вот здесь такие большие глыбы. птицы поют, конечно, прекрасно. Ребята, ну вот здесь все-таки, я думаю, это кладка в этом месте. Как-то такое строение странное. Кладка как будто бы. Там какие-то отверстия вон тоже в скалах. Короче, какой-то древний город. Еще туда идет подъем наверх, на самый. Там говорят ничего интересного. Мы уже поговорили с местными людьми. Встретила сейчас женщину, которая сказала, что все вот эти колодцы, постройки, это все римское. Римлян, что это не французы строили, это все римское. Просто на вот этих старых террасах, возможно, они делали, они их просто использовали и все строили, потому что все это заброшенное. То есть если бы это были местные какие-то жители, передавалось бы как-то по наследству, я думаю, но вот видите, все заброшенное, все оставленное, все заросшее. То есть люди уже здесь не живут, либо ушли под землю, ребята. Такое тоже может быть в этом месте такой вот абсолютно камень плоский с этой стороны. Куда он взялся, неизвестно, да? И вот тут валяются эти тоже блоки с подпорных стенок это, или просто это была часть стены. Плоская стена такая идет. Вот везде эти террасы так называемые. Но судя по деревьям, этим деревьям лет наверное 30, но может быть 50, как вы думаете. Получается 50 лет назад здесь люди еще что-то конкретно делали, выращивали. Что же интересно произошло, что они оставили эти места все, благодатная почва на берегу моря, прекрасное место, земля здесь обалденная, посмотрите, какая тут земля. Здесь можно выращивать и выращивать, благодатный климат, и они оставили эти места и ушли. То есть должно быть очень веская причина для того, чтобы это сделать. смотрите, какой красивый пень. Мы там под пнем какие-то разные норы, отверстия. Хотела вам заснять такой вот столб небольшой здесь стоит, да, в земле. Каменное основание, судя по всему, а вот этот столб, он, я думаю, что это все-таки штамповка, потому что все камни, из которых состоят здания здесь на юге Франции, они имеют вот такую прямо штамповку. Везде абсолютно одинаковая поверхность. Вот мне не верится, что вручную это все делали, потому что все города Лазурного берега, по крайней мере, все вот имеют такую штамповку. Церкви, дома пятиэтажные, шестиэтажные, посмотрите, они все состоят из таких вот блоков. Мне кажется, это все-таки штамповали старого города. Привет подписчикам передаю, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем желаю хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok